Настоящий апофеоз игры, беспощадный, балансирующий на лезвии ножа, бравурный и не знающий преград. В этом весь Гоголь. Спектакль игроки по мотивам его комедии привез в Хабаровск Донецкий музыкально-драматический театр. Мы с художником-постановщиком попытались представить Россию во всех западных стереотипах, как иностранцы видят Россию. Ну вот что видят, то и получают. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Это вот главная сверхзадача, главная мысль этого спектакля. Главный герой – итальянский мошенник Лоренцо, который получает по заслугам, пытаясь обмануть русских. Для артистов работа в этом спектакле – это возможность показать весь свой актерский спектр. Чао, сеньори, сеньори, сонамульто феличи, ди эсере, ди хабаровск. Простите, не вышел из роли еще по спектаклю, что могу сказать. Скажу так, наш зритель в восторге. Я думаю, мы покорим и ваши сердца. Спектаклю игроки уже пять лет, но на сегодняшний день Донецкий театр не может работать со своим зрителем очно, из-за геополитической обстановки. Поэтому гастроли, как признаются артисты, это глоток свежего воздуха. Массовые мероприятия у нас запрещены в связи с обстановкой. Ну что с обстановкой? В связи с обстрелами. Театр от обстрелов пострадал, и поэтому мы имеем возможность играть только вот на гастролях. И это, конечно, огромный плюс, то, что мы можем ездить, и то, что мы приехали к вам, это для нас огромная радость, счастье. Кстати, Хабаровск гостям понравился. Когда, конечно, вышли на центральную улицу и посмотрели, я... Там все монументально, эти колоссальные просто фонари меня вообще просто ввергли в какое-то состояние такое. Весь город свет, эти такие фонари, это дом офицеров с этими колоннами. Потом мы спустились к реке. Единственный показ спектакля «Игроки» в Краевой столице пройдет 25 декабря. Гастроли Донецкого театра в Хабаровске стали возможны благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Хабаровского края. Виктория Зыкова, Степан Крукус. Смотри Хабаровск.